МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы знаем о том, что законодательно установлена возможность отсрочки по платежам, но тем не менее у меня, например, не совсем совмещаются эти понятия. Почему? Потому что ясно, что жители страдают от пандемии, ясно, что многие потеряли работу. Тем не менее, деятельность управляющих компаний, ресурсно-набжающих компаний, она тоже имеет определенного рода затраты. И естественно, что без поступления денежных средств невозможно будет получать зарплату работникам, в свою очередь, уже управляющих компаний, либо ресурсно-набжающих организаций. Так вот, Валерий, с точки зрения закона, как сейчас правильно поступать и стоит ли рассчитывать нашим телезрителям, которые живут в городе Мурманске, в Мурманской области, на то, что им не придется никогда оплачивать вот эти счета, которые выставляются в настоящее время? Действительно, правительство предпринимает различные меры, в том числе предоставляет гражданам право на отсрочку платежей за коммунальные бытовые услуги. Это в том числе касается ресурсно-набжающих организаций. Это тепло, водоснабжение, водоотведение. Что касается управляющих компаний, то есть то же самое это касается. Ну, однако, хотелось бы указать, что это только лишь отсрочка. Это не освобождает граждан от обязанностей по уплате всех этих платежей. Телось бы указать, что впоследствии, если граждане перестанут платить, а организации также имеют право взыскивать пенни и штрафы по итогу. Поэтому, хотелось бы указать о том, что не платить совсем не получится. Не платить совсем нельзя. Ну, и хотелось бы обратить внимание на то, что часть организаций, которая вот именно обслуживает дома, она несет дополнительные расходы. На нее легли дополнительные нагрузки. Поэтому, принимая решение о том, платить либо сейчас, либо платить позже, чтобы граждане все-таки учли эти моменты. А о чем вы говорите? О каких дополнительных нагрузках? Что должны учитывать наши телезрители, когда слышат дополнительная нагрузка на управляющие компании? Ну, мы знаем, да, у нас обязала правительство в качестве мер по противодействию, по профилактике заболеваемости, проводить санитарную обработку подъездов, мест общего пользования. Подъезды, подвалы, ручки, двери. Все, что может стать источником переноса и заражения. Никто не выделил дополнительных средств. Ну, это ни для кого не секрет. Никто не выделил дополнительных средств. Никто не предоставил дезинфицирующие средства. Протирать водой смысла нет, правильно? Это просто трата времени. Поэтому управляющие компании выуждены в настоящий момент закупать дезинфицирующие средства за свой собственный счет. Соответственно, это дополнительные расходы, которые не были запланированы. Соответственно, управляющие компании должны привлекать ресурсы человеческие. То есть, кто-то должен ходить и этим всем заниматься. Это, опять же, необходимо оплачивать. Кто? Управляющая компания. За счет каких средств? Данные средства не были предусмотрены в управлении домом. Поэтому это дополнительная нагрузка на управляющие компании. Увеличить в настоящий момент размер платы за содержание никто не может. Потому что общие собрания собственников запрещены. Провести их практически невозможно. В очной форме. Может быть, в заочной форме только есть провести. Но, опять же, проводить повышение платы за содержание на какой-то период, это тоже, наверное, бессмысленно. Поэтому в данном случае при распределении, наверное, средств в каждой семье нужно учить эти моменты и все-таки поддержать свою управляющую компанию. Если действительно они проводят уборку подъездов, они проводят дезинфекцию, они убирают, значит, мусор в ускоренном режиме работают, то действительно, может быть, в первую очередь оплатить эти счета этих управляющих компаний. То есть, таким образом мы поможем друг другу. Получается так, что неплатежи населения могут повлечь причинение вреда такому же населению, которое работает в этих управляющих компаниях и в подрядных организациях, которые непосредственно оказывают услуги по содержанию и мелкому текущему ремонту жилья. Валерий, давайте тогда поговорим о том, какие меры ответственности могут наступить для неплательщиков. Да, сейчас есть вот этот вот период. Но мы смотрим в будущее, и этот период, сложный период заболеваемости, он все-таки пройдет. Дальше мы опять столкнемся с той же реальностью, может быть, чуть-чуть измененной, но не думаю, что сильно изменится именно относительно жильщикам и анальных услуг. Возвращаемся в нормальную жизнь, и тут уже возникают вопросы к неплательщикам. Что может грозить тем людям, которые пользуются ситуацией, начали не платить и продолжают потом это делать, когда уже все те обстоятельства, которые наступили, уже исчерпаны. Ну, у нас порядок будет, он обычный, претензионная будет работа начинаться, начислять будут пение штрафы за неуплату срок, ну и, соответственно, выход на судебное разбирательство. Либо это будет мировой суд, ну, в зависимости от размера долга, либо это будет уже районный суд города или района. Вот, поэтому здесь, в данном случае, если плательщик не платил, то в любом случае решение будет не в его пользу, потому что каждый собственник обязан нести бремя содержания на это помещение, которому он пользуется, либо которое у него в собственности находится. Поэтому не платить не получится. Решение суда будет однозначно в пользу взыскателя. Соответственно, после того, если как получено судебное решение, если оно не будет исполнено должником, в этот момент уже у нас возникает должник, исполнительное производство, судебный пристав, он передает материалы. В настоящий момент мы знаем, судебный пристав расширились полномочия, у них расширились функции, и они уже будут взыскивать в принудительном порядке. Соответственно, к этой сумме прибавится еще дополнительная сумма в размере 7%. То есть лучше все-таки платить, платить по возможности сейчас, и потом явно не накапливать долги по оплате содержания ремонта жилья, либо коммунальных услуг. Это с точки зрения взыскания, да, действительно, есть угроза взыскания. А если мы говорим о потреблении коммунальных услуг, возможно ли ограничение, например, подачи горячей воды, холодной воды, газоснабжения, электроснабжения, я имею в виду коммунальные услуги, которые предоставляют ресурсоснабжающие организации? Такое возможно, но мы понимаем о том, что технически это нереально сделать. Потому что стояки у нас общие, перекрыть стояк в доме невозможно, чтобы ограничить потребление в какой-то квартире. Как правило, управляющая компания у нас ограничивает водоотведение функцию, потому что данная функция уже отработана технически, это возможно сделать, и граждане не могут пользоваться канализацией в квартире. Соответственно, они не могут пользоваться водой, потому что некуда сливать используемую воду. Это, да, возможно. газоснабжение ограничения, электроснабжение. Но опять же, газоснабжение сложно, потому что это касается общей трубы. Но возможно. Следующее, это электроснабжение. Но, как правило, у нас не доходит до таких случаев, потому что это влияет на безопасность граждан. Потому что можно сразу сказать, что в случае, если газоснабжение перекрывается и самостоятельное подключение, мы знаем, чем это закажется. И наш город опять же печально этим известен. Поэтому я думаю, что здесь, в данном случае, конечно, не пойдут судебные приставы и ресурсоснабжающие организации на это. Я думаю, что все будут реализовывать судебные приставы. Будут взыскивать. И зачем ресурсоснабжающим организациям в данном случае будет этим заниматься? Потому что есть судебные приставы, есть порядок взыскания. И в полном объеме ограничат и передвижение граждан, и возможность использования автотранспорта, и имущество наложат, арест. Сейчас это все делается очень быстро. Считан арестовываются. То есть, практически гражданин лишается многих, так скажем, прав и предметов. Хорошо. Ну, нехорошо, что это происходит вообще. Но, тем не менее, сама по себе ситуация, она разрешима с точки зрения норм права. Получается, что если платежи не проходят, если плательщик уклоняется, использует ситуацию, использует какие-то другие отговорки, тем не менее, с него это все может быть взысканно. И вы говорите, что практически 100% задолженность будет взыскана. Поэтому, уважаемые телезрители, давайте не будем злоупотреблять своими правами, не будем злоупотреблять доверием правительства, которое предоставляет возможность сейчас отсрочек, но с последующей обязательной уплатой этих обязательных платежей. По-другому я это назвать не могу. Валерий, но здесь могут злоупотреблять своими позициями также управляющие компании. Мне так кажется, что остались еще лазейки, когда деньги, направленные, например, на содержание и ремонт жилья, управляющая компания не будет уплачиваться подрядчикам, условно, тем, которые должны непосредственно оказывать эти услуги, я имею в виду убирать подъезды, текущий ремонт какой-то осуществлять. И эти деньги могут аккумулироваться и куда-то выводиться, если говорить по-простому. Вот как здесь отследить, может быть, с точки зрения собственников помещения, и как им быть, если такие факты они сами видят? В данном случае сложно собственникам отследить, потому что денежные средства приходят, как правило, на счета расчетных организаций, и в дальнейшем они уже, как говорится, производят их расходование. Невозможно получить отчет по расходованию данных денежных средств, но возможно получить отчет по расходованию на каждый дом. Сколько денежных средств собрано, сколько денежных средств куда израсходовано. В данном случае управляющая компания должна такой отчет предоставлять и вести учет по каждому дому. Что касается подрядных организаций, которые оказывали услуги и не получили денежные средства, даже при условии, что деньги были собраны. Обращение в правоохранительные органы с заявлением о совершении преступления. Эти преступления сейчас, я говорю, неплохо расследуются, привлекаются виновные лица. Схема очень проста. Сколько должны были заплатить, сколько заплатили, сколько собрали с граждан денег, сколько перевели подрядчику. В принципе, разница вычисляется очень быстро. Данная сумма может быть вменена. Как правило, мы говорим, что это должностные лица. Это признак всегда третьей части любого хищения. Это должностное лицо. То есть, сразу третья часть, сразу тяжкий состав. Поэтому здесь на грани. Здесь всегда действия этого директора, действия этого руководителя. Они будут на грани, на грани, скажем так, совершения тяжкого преступления. Поэтому я думаю, что такие ситуации, они сейчас стали очень большой редкостью. Уже все боятся их. Боятся, потому что привлекаются, потому что очень быстро выявляются. Мы все равно допускаем, потому что дельцы неблагонадежные, они всегда существуют. И мы еще видим по уровню преступности, что количество мошенничества, по сути, не уменьшается. Даже где-то в каких-то сферах увеличивается. Но будем надеяться, что все-таки благонадежные, нормальные управляющие компании работают. Если квартиросъемщик или собственник помещения выявляет такой факт, что денежные средства, которые он переводит за содержание и ремонт, расходуются, я подведу небольшой итог, он должен обращаться в первую очередь в правоохранительные органы. Но стоит ли обращаться, вот у меня опять возникает вопрос, стоит ли обратиться в управляющую компанию и получить от нее разъяснение, каким образом расходуются эти деньги? В письменном виде направлять управляющую компанию в запросы, она вам должна ответить в установленный законный срок. В случае, если не отвечает управляющая компания, вы берете копию запроса, отчетный документ об отправке, если есть отчетный документ о получении данной компании этого документа и нарушение сроков, направляете в прокуратуру, органы прокуратуры привлекут к административной ответственности руководителя. Либо в государственную жилищную инспекцию. Там отследят, привлекут, потому что есть установленный законный срок, и необходимо отвечать на запросы. То есть, дубинка у государства есть для того, чтобы разбираться в таких ситуациях? Есть, и штрафы очень существенные. Поэтому здесь тоже хотелось бы отметить, что не надо злоупотреблять данным правом. Почему? Потому что наложение большого количества штрафов несет, опять же, скрытые какие угрозы. То есть, управляющая компания теряет денежные средства, не может оплачивать услуги дворников, техники по уборке снега, техники по ремонту общедомового имущества, дополнительных каких-то работников, соответственно, она уменьшает объем этих работ. Здесь мы тоже завязаны управляющей компанией. Поэтому, если у вас управляющая компания не устраивает, просто примите меры к ее замене. У нас есть управляющая компания, которая многие годы работает, они находят общий язык с собственниками, они умеют планировать, при этом к ним очередь стоит, и желающих, и собственников готовы перейти к ним, именно управляющую компанию. Такие тоже компании у нас есть в городе, и мы об этом знаем, то есть, надо об этом тоже говорить. Потому что воевать с управляющей компанией, это тоже иногда дело беспреспективное, потому что результат. Какого мы хотим результата? Мы хотим добиться чистоты в подъездах, ремонта общедомового имущества, чистоты во дворе, или мы хотим ее наказывать постоянно штрафами? Если просто наказывать, то это одна ситуация. Если мы хотим навести порядок и добиться чего-то для дома, для подъезда, для двора, для придомовой территории, то, может быть, стоит сразу менять компанию, а не воевать со старой. Как вариант, как выход из создавшейся ситуации, если люди попадают в дом? Да, у нас сейчас много есть домов в городе Мурманске, которые проводили общие собрания собственников, устанавливали, как казалось бы, запредельный тариф большой, но люди готовы платить такие деньги. В этот тариф включают будущие работы, расписывают их в течение пяти лет, проводят замену общедомового имущества, ремонт сетей определенных, и все это укладывается и в рамки закона, и находится такой тандем работы с управляющей компанией и собственников. Но это должны быть очень активные собственники, жильцы принимать активное участие, не бояться этих форм сотрудничества с управляющей компанией, контролировать управляющей компанией, результат будет. Понятно. Давайте, вот мы сейчас вроде бы проговорили про то, что может быть за неисполнение обязанностей, и по сути мы говорим о том, что денежные средства могут похищаться. А какой есть, есть какой-то перечень, утвержден ли перечень работ вообще по содержанию ремонта жилья? Да, конечно, у нас есть утвержденный перечень, он утвержден, согласован, управляющие компании знают. Я хочу сказать, что, как правило, где нормальная управляющая компания, в каждом подъезде висит график уборки. По каким дням они делают влажную уборку, по каким дням они делают просто уборку подъезда, по каким дням у них санитарная обработка, в какое время. То есть это все предусмотрено. Если у вас нет такого графика, значит, уже есть вопрос к управляющей компании. Я недаром задал этот вопрос относительно перечня услуг, которые необходимо указывать управляющей компании. Почему? Потому что отсутствие каких-либо этих услуг, которые мы видим реально, если не приходит уборщица, не убирает подъезд, если не выполняется какая-то минимальная работа, это должно заставлять телезрителя, должно заставлять собственника помещения в многоквартирном доме задуматься о том, правильно ли расходуются денежные средства, которые мы платим управляющей компанией. Поэтому обращайте на это внимание. Это может быть связано не только с какой-то безалаверностью либо безответственностью управляющей компании, это может быть связано и с хищением. Но если мы всем миром будем наваливаться и бороться с хищениями, с мошенничествами, то таких мошенничеств будет намного меньше или не останется вовсе. Итак, дальше, уважаемые телезрители, мы перейдем к следующей части нашей программы. И суть ее в чем? В том, что да, мы говорим о текущем ремонте, мы говорим о деятельности управляющих компаний, но возвращаемся всегда к очень серьезным, опасным проблемам, которые существуют у нас в городе и к которым мы уделяем очень много внимания. Они однократно проводили эти программы, обсуждали. Итак, я хочу поговорить опять о фасадах. Сам лично недавно был свидетелем, когда фасад разрушается. Это на Карло-Либних, это дом, по-моему, 33. Фактически кирпичи, куски кирпичей, штукатурки отваливаются, падают на тротуар, проходящий около дома. Выглядит, во всяком случае, очень опасно. Во-первых, что делать? Ну, мы всегда говорили о том, что необходимо фиксировать. Первое, да, зафиксировать все эти нарушения. Помимо того, что отвалится штукатурка и фасады старых домов, у нас отвалится штукатурка с вновь отремонтированных домов. Что касается старых домов, это зафиксировать и направить на имя правительства, на имя губернатора. То есть направить, там найдут службы, которые за это отвечают. Там распределят и распишут. Что касается фасадов, которые были отремонтированы у нас в 2019 году, а в 2020 они уже начали разрушаться. В данном случае мы уже обсуждали. Здесь нарушение строительных норм, нарушение применяемых материалов, нарушение температурных режимов, производства работ. Я думаю, что, видимо, и кадры там не такие уж квалифицированные, какие должны быть, раз уж это все допущено этими рабочими. Поэтому в данном случае, я думаю, что можно уже обращаться, наверное, с заявлением о совершении хищений. Потому что получались денежные средства у нас, причем ремонтировались старые дома. Ремонт таких домов, он, как правило, в 3-4 раза дороже стоимости этих ремонтов работ. То есть там тарифы в 3-4 раза выше, чем обычные строительные тарифы. И здесь уже есть основания полагать, что все-таки часть денежных средств была похищена. Потому что качество работ отвратительное. Фасады новь отремонтированные у нас разваливаются. Краска слазит. Штукатурка обваливается. То есть вроде не было еще у нас происшествия. Но вот мы как в передаче осветим какой-то вопрос, обязательно потому что-то случается. К сожалению, почему-то. Но раз видим это мы, значит, должны это видеть и чиновники у нас, и областной администрации, и городской администрации. Поэтому вот им лишний раз напоминание о том, что сейчас идет обильное таяние. Ожидаются у нас большие таяния. У нас хорошая погода ожидается. Соответственно, это ночные заморозки, днем отепель. Ночные заморозки, днем отепель, куски фасадов, куски каких-то конструкций могут обязательно отвалиться, если они были некачественно сделаны. Поэтому сейчас нужно выявлять такие факты и привлекать к ответственности вот эти подрядные организации. Тем более, они все несут гарантийные обязательства. Они все получили за это денежные средства. И я думаю, что, наверное, собственники этих домов, они должны в первую очередь быть заинтересованы. Почему? Потому что следующий капитальный ремонт будет не ранее, наверное, чем лет через 30 у нас за счет фунда капитального ремонта. Быстрее это точно не будет. То есть, фактически, следующий ремонт будет сделан за ваши деньги, можно так сказать, товарищи собственники. Поэтому примите активную позицию. Изберите, может быть, совет дома. Поручите им эти полномочия, и пускай они занимаются. Сейчас закончатся у нас карантинные мероприятия, закончатся у нас самоизоляция мероприятия. И, пожалуйста, приступайте активнее к этой работе. Потому что никто другой этим заниматься не будет. Мы приходим к тому, что граждане должны самоизолироваться и сами заниматься своим жильем, которое у них в собственности находится. Но это и логично, потому что собственник, он и должен этим заниматься. Раз уж он собственник. Поэтому принимайте активное участие, фиксируйте, направляйте заявления, жалобы, сигнализируйте, требуйте результатов. Требуйте ответов от правоохранительных органов, требуйте ответов от государственных органов, от органов местного самоуправления. Собирайте все это, передавайте в виде групповых жалоб, групповых заявлений в органы прокуратуры. Там помогут сформировать это все в единую и передадут по подследственности, либо по территориальности, как положено. Понятно, какие действия должен совершить каждый наш телезритель, если видит такого рода нарушения, проходя даже просто мимо по улице. Ну а если причиняется вред, вернемся к этому вопросу. Если штукатурка упала, разрушила, например, какое-то имущество или повредила имущество, как правило, страдают у нас автомобили, могут страдать. В этом случае какая ответственность наступает? Повторим для наших телезрителей, что будет причинено вред имуществу. Ну, здесь в зависимости нужно установить причину-следственную связь между тем, что произошло, и найти виновное лицо. Именно действием-бездействием виновного лица, как раз это и будет находиться в причинно-следственной связи наступление этих последствий. Если какое-то имущество, то вред, причиненный данному имуществу, должен быть в полном объеме возмещен. При этом нужно всегда понимать, что это может быть ваше имущество. Но всегда хотелось бы заострить внимание не на автомобилях, не на имуществе, а на людях. Это дети, это пенсионеры, которые стоят у подъездов, встречаются, они далеко не могут отойти. Они, как правило, идут вдоль домов, потому что им тяжело отойти далеко. Но, опять же, мы все ходим вдоль домов. Хотелось бы обратить внимание на людей, что, не дай бог, пострадают люди. То есть, в данном случае понятно, что будет ответственность, она будет уголовная, однозначно уголовная ответственность. Здесь уже никакой административной, здесь никакой имущественной ответственности, она не пугает. Но, опять же, мы всегда говорим о том, что жизнь и здоровье человека, оно превыше всего. И, в данном случае, никакие деньги не покроют тот вред здоровью, который будет причинен. И, как правило, денежные компенсации, они не соизмеримы с тем, что несет потерпевший. Тот вред, который получает потерпевший. Они никогда не соизмеримы. Но, к сожалению, у нас еще пока так. Ну, давайте тогда вернемся к вопросу причинения вреда уже жизни и здоровью. Это уголовная ответственность, правильно? Да. В случае причинения вреда здоровью, это будет уголовная ответственность. В зависимости от тяжести, в зависимости от количества пострадавших, уже будет квалификация дана. Но это, как правило, уже уголовная ответственность. И может ли наступить наказание, будет быть назначенным наказанием в виде лишения свободы этим лицам, которые не обеспечили надлежащую эксплуатацию дома? Да. В случае наступления тяжких последствий, если будет установлена данная квалификация, как совершение тяжкого преступления, а может даже и средней тяжести, если лицо до этого совершало какие-то административные порушения, не имеет положительных характеристик, то вполне может быть назначено наказание в виде лишения свободы. То есть, вот такое бездействие, бездействие относительно устранения недостатков содержания фасадов может повлечь наступление уголовной ответственности, в том числе лишения свободы. Сегодня, Валерий, мы с вами разобрали интересный блок вопросов. Вопросы касаются как пандемии действия граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг и содержания ремонта жилья в этих условиях, когда правительство работает и позволяет использовать определенные механизмы для отсрочки этих платежей. Мы разобрали с вами интересный момент, который мы неоднократно поднимали здесь, в нашей студии. Это касающееся содержания фасадов домов, как одни из самых опасных сейчас в нашем городе. Спасибо вам большое за информацию, за очень подробные разъяснения. Уважаемые телезрители, я думаю, что мы будем всегда находиться в рамках закона с вами. Я призываю вас к этому. И до встречи в нашей программе в следующий вторник. Редактор субтитров А.Семкин